всем привет с вами евгений соловьев вы на канале skoda kuba и сегодня у нас будет такая интересная тема как отличить по каким-то внешним признакам какой двигатель стоит там может быть соседней это соседской skoda octavia поговорим про октавию 5 поколения про окно опять смысле да поговорим про октавию a7 a7 fl и чуть-чуть затронем rapid и так ну во первых для чего вам это может быть нужно на мой взгляд причины основные две первая причина это любопытство вам просто интересно какой автомобиль стоит рядом с вами в потоке либо какую тачку купил сосед с каким мотором вариант номер два это безопасность где-то в какой-то момент например светофора вы хотите сделать маневр газануть например там улететь и знаю может быть там впереди ряд заканчивается да и вы думаете а сможете вы это сделать или нет ну и соответственно по этим признакам можно с определенной долей вероятности подчеркиваю очень важно с определенной долей вероятности понять какой двигатель у соседнего автомобиля и понять что есть смысл рыпаться или есть смысл пропустить греха подальше и там где-то сзади перестроиться естественно в любом случае здесь нужно отдавать себе отчет в том что это все ответственность лежит на вас и что какие-то внешние признаки не всегда могут совпадать но хотя потому что у нас есть огромное количество любителей тюнинга есть автомобили которые были биты и там запчасти какие-то ставились от других так далее так далее плюс не забываем что автомобиль могли чиповать и едет он совсем совсем не так как вы ожидаете того вот это октавия который 400 сил можно приехать и сегодня и посмотреть красиво шкода октавия 5 fl 400 лошадей ебараса да начнем с октавии 5 поколения ну здесь все очень очень просто на них на всех сзади есть шильдик обозначения mpi tsi или tsi с красной ай на конце соответственно mpi значит у нас атмосферный мотор скорее всего там сколько 102 сила по-моему был tsi просто серебристыми буковками означает что у нас 14 под капотом турбированный и tsi где красненькая буковка ай на конце означает что там 18 и от этой машины уже держаться подальше поаккуратнее с ним быть все очень очень просто ну понятно и рестом выделяется и без этого очень сильные шильдиками и спойлер другой там и так далее бамператом другие врс естественно у нас под капотом уже двухлитровый двигатель но октавия 5 есть еще и дополнительный признак мы смотрим на количество выхлопных труб сзади если трубы сдвоенные 2 значит там турбированный двигатель стоит есть труба 1 значит оставит атмосферник поэтому если кто-то отклеил там шильдик то вас это не должно никаким образом вводить заблуждение если же таким способом не отличить 18 от 14 но атмосферный двигатель уже можно вычесть что же седьмым семейством если мы смотрим особенно автомобиль сзади во первых нужно определить фейслифт это или нет это важно объясню почему фейслифт или нет можно определить как по катафотом на бампере но это сложнее надо помнить какой так и по фонарям если у фонарей есть разрыв между задним ходом поворотником то есть такие два отражателя стоят значит фейслифт если у нас единая летая планочка значит это октавия a7 до фейслифта записал видео пришел домой смонтировался с рендерил загрузил на канал прописал теги сделал картиночку но там еще много всяких операций тоже будет видео не так быстро пошел собачки погулять выхожу смотрю стоит фейслифтовая октавия a7 и смотрю на задней фонаре они у нее обычные не как у меня хай обычная и они со сплошной планочкой блин то есть этот признак он не всегда работает поэтому тоже понять фейслифт октавии или нет придется еще заглянуть на нее спереди но спереди думаю все хорошо знают четыре фары фейслифт 2 до фейслифт здесь я думаю это очевидно ну либо изучайте нюансы форм бамперов и катафотов на них и так 18 двигатель мы отличаем по наличию спойлера если спойлер есть значит это 18 если спойлера нет значит это либо 14 либо 16 при этом спойлер также ставился на двигателе 14 с black пакетом black пакет можно определить там по черной крыше и так далее если вы видите что черный спойлер который выделяю выбивается по цвету там черная крыша в принципе уже можно понять что это black пакет и возможно там не 1814 поэтому именно поэтому на фейслифтовых автомобилях есть дополнительный признак для 18 когда делали фейслифт то для 18 немножечко изменили заднюю колею она стала шире и поэтому там появился такой маленький спойлер на самой арке ну видимо для того чтобы там грязь или камни еще что-то из-под колес там не летели и не откалывали там куски краски если есть этот плавничок назовем его так то с большой долей вероятностью мы имеем дело именно с двигателем 1.8 на дорестайлинговых автомобилях почему я сказал что важно на дорестайлинговых автомобилях такого плавничка вы не найдете ни на 1.4 ни на 1.8 и отличить вы можете только по спойлеру но насколько я помню я не помню что там был какой-то black пакет поэтому скорее всего спойлер есть и хозяин его не сам наклеил то там 1.8 на дорестайлинге также есть дополнительные признаки внутри салона если мы смотрим на селектор переключения передач и видим там надпись dsg то мы имеем дело с турбированным двигателем теперь о том как понять 1.4 у нас турбированные моторы либо 1.6 атмосферный визуально внешнего так если не заглянуть в автомобиль я не знаю как отличить если вы знаете пишите в комментариях но я знаю как отличить если заглянуть в автомобиль потому что на атмосферном двигателе у вас на селекторе переключение передач будет написано skoda на турбированном двигателе у вас будет написано dsg это справедливо до для автомобилей которые были выпущены до 2018 года возможно там где-то еще в семнадцатом это произошло до в конце но примерно с 2018 года для всех октаве и рапидов пошли одинаковые рукоятки переключения передач и с этого момента этот признак не работает но вот у меня еще написано dsg соответственно если у нас ручная коробка передач то мы смотрим на количество этих передач для атмосферного мотора их будет пять количество передач указано у нас на рукоятке для турбированного мотора их будет 6 здесь очень просто теперь как понять год выпуска автомобиля год выпуска автомобиля я думаю что вы знаете с не знаете то сейчас расскажу написан на стеклах на всех стеклах написано ну вернее написано год производства стекла но как правило запчасти производится и ставится на автомобиль в одном том же году и вообще там с минимальным разрывом может месяц-два понятно что всякое может быть но если вы видите куда цифру на стекле это последняя цифра в самой нижней строчке справа если вы видите эту цифру то вероятность того что автомобиль выпущен в этот год очень большая если конечно стекло не меняли поэтому лучше посмотреть на несколько стекол таким образом мы не можем отличить внешне в последнем поколении только октавию атмосферно с классическим автоматом и октавию 14 с dsg выпуском после 2018 года все остальные машины идентифицировать мы можем я обещал немножечко рассказать про rapid в rapid в принципе у нас идет только два мотора это атмосферный 1.6 и турбированный 14 большинство rapid подавляющая у нас идут с атмосферным мотором 1.6 специально для турбированных версий на крышке багажника есть спойлер наш любимый спойлер поэтому если виден спойлер и у нас версия не какая-то монте-карло который может под капотом быть 16 тогда вы опять же увидите шильдики монте-карло вы увидите там черную крышу но все 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 как и сам спойлер будет под карбон то есть все примерно как black пакете октавия если у нас не серия монте-карло и если владелец не сам наклеился этот спойлер значит под капотом 14 атака rapid на держаться подальше он действительно очень быстрый я не помню что пропитали стены другие агрегаты поэтому с большой степень достоверности можно сказать имеем и дело с атмосферным двигателем 1.6 либо мы имеем дело с турбированным двигателем 14 на этом все с вами был евгений соловьев надеюсь выпуск был для вас полезен до новых встреч пока и и и и и